Вот такие вот два стаканчика смузи. Как видите, в них отлично стоит ложка. И на самом деле это куда вкуснее и полезнее, чем любое мороженое. Итак, друзья, привет-привет! Сегодня у нас снова мастер-класс от нашего канала о саморазвитии и путешествии со смыслом. И сегодня мы будем путешествовать в мир здорового питания. У нас как раз на улице очень большой идёт снег. Чуть позже я вам покажу, наверное. А может быть даже пойду чуть-чуть под ним постою. Пошёл, я покажу ради снега. Скорее всего, через пару часов уже заметёт по колено. И сейчас я вам покажу, как в таких условиях, в условиях жестокой зимы, можно сказать, крайнего севера, сделать очень полезный, а главное, супер вкусный завтрак, который подойдёт и взрослым, и в особенности детям. На самом деле, то, что мы сделаем, будет напоминать даже мороженое, будет очень-очень вкусно и очень-очень полезно. Сейчас мы по чуть-чуть будем набирать ингредиенты, которые можно в этот наш завтрак вкусный и полезный положить. Итак, первое, что у нас есть, вот такая небольшая хурма. Всего одна на двоих будет достаточно. Даже на троих с ребёнком также будет достаточно. Как мы видим, хурма золотистая, розовенькая. Точно будет полезная. Самый зимний фрукт, по крайней мере, в Украине, в России и так далее. Самый доступный по цене и витаминчикам, кроме яблок, конечно. Далее мы берём творог. У нас осталось, тут немножко завалялось творога. Это полуобезжиренный, полужирный творог. Можно брать вообще абсолютно любой, и жирный, и нежирный. Лучше, наверное, ближе к жирному. В принципе, он считается даже более полезным, чем совсем нежирный. Так как жир всё-таки хоть какой-никакой нужен. И мы его сюда добавляем. Правда, есть очень много теорий о том, что творог, в принципе, в зимней холода не очень хорошо действует. Если у вас много респираторных заболеваний, они очень частые, то творог, в принципе, лучше ограничивать. Но небольшое его количество, особенно с фруктами, вам тоже не повредит. Скорее всего. Но опять же, если у вас много респираторных заболеваний, при этом вы не употребляете молока, так как оно действует ещё хуже, то можете попробовать попринять и на творог и заменить его чем-нибудь другим. Например, той же ряженкой, кефиром. Можно это сделать и с ряженкой. Будет вообще самая бомба. Или даже просто с молоком обычным, с кишем. Просто квашей. Также у нас в холодильнике вот такие вот ягоды завалялись. Вы в прошлые разы их не видели, так как мы их недавно буквально заморозили. Это чёрная рябина. Такой вот неожиданный фрукт, вернее, ягода. Или непонятно что. Считается, зимние фрукты зимой даже полезнее, чем просто замороженные. Весенние, летние всякие малинки и так далее. Малина у нас тоже есть и чёрная смородина. Но сейчас мы будем делать только с чёрной рябиной. Потому как чёрная рябина реально более доступна зимой. Можно делать даже и с обычной рябиной. Если побольше положить сахарку, вернее, мёдику. Но это вот такое самое полезное, чего можно достать легко, без особых усилий. Опять же, заморозить в сентябре, в октябре. Она растёт до последнего, даже зимой, теоретически. Но мы её купили, естественно, а не сажали сами. Но точно знаю, что в октябре, даже и в ноябре, она у нас ещё продаётся. Ещё также один из её больших плюсов, что она не портится в холодильнике. Даже не в замороженном виде, просто в обычном холодильнике чуть ли не месяцами. Так что изначально лучше её хранить в холодильнике. И уже когда совсем не пошло, тогда уже и положить в морозилку. В холодильнике, естественно, она будет намного полезнее, намного вкуснее. Но у нас она чисто скорее для виду сейчас. Основная польза, будем считать, что у нас будет от хурмы. И добавляем сюда, конечно же, мёд, никакого сахара, он уже чуть засахарился. Сейчас середина зимы, середина января. Так что мы его попробуем отсюда ложкой достать. Его не так легко отсюда достать, выковырять, но возможно. Можно его, конечно, чуть подрастопить на какой-нибудь водяной бане, но слишком сильно тоже нужно, больше 30 градусов. Не стоит нагревать мёд больше 35, допустим. Потому что он станет менее полезным. Печь с мёдом вообще обычно строго не рекомендуется. Так что все вот эти выпечки с мёдом, они все тоже спорны. Иногда мёд может быть вреднее, чем сахар в выпечках. Так что не думайте, что вы питаетесь правильно, если кушаете выпечку с мёдом, а не с сахаром. Вкуснее может быть, но полезнее она от этого точно не становится. Ладно, вот и всё, что получилось, надо скрести по сусекам. Начнём делать такие наши смузи. Теперь нам надо добавить воды. Я добавляю обычной воды. Итак, вода есть. Пол-литра сметаны реально будет тяжело сюда засунуть. Вернее, можно, но опять же, если вы его съедите, если вы уверены, можно тогда особо и без творога. Будет вообще бомба. Клёв сметаны и 100 грамм творога. И сейчас мы это всё взобьём, естественно, блендером. Вот такой вот у нас блендер. И давайте посмотрим, что из этого всего выйдет. Сейчас поставим поменьше скорость. Как видите, ягоды очень дают классный цвет. И поставим побольше скорости. И как вы видите, вот такое что-то. Чем-то похоже по вкусу. Обычно на мороженое с чёрной смородиной. Вот что-то такого плана. В принципе, уже и готово. Буквально 2-3 минуты максимум позора. И ваш вкусный, полезный завтрак готов. Сейчас ещё его взобьём. Прямо до кремового состояния. Как любят дети, я люблю. Собственно, и всё. Всё готово. Сейчас будем разливать его по стаканчикам. У нас есть специальные большие полулитровые стаканчики. Такие, как в формате для морозного. Попробуем, не знаю, почистить это какой-то кисточкой. Как экономные дети. Всё теми же штуками, которые мы покупали с Алиэкспресс. Лайфхачными, экономящими. Ладно, всё остальное пойдёт в пользу умывальника. Ничего страшного. Или я вближу за камерой, пока никто не будет видеть. Продолжаем. У нас есть ещё вот такая вот штука. Специальная тоже штука с Алиэкспресс. Чтобы меньше проливалось. И два вот таких вот стаканчика. Кроме того, я ещё вчера готовил с этими. Интересно. У нас оставалось, залёживалось с прошлого раза кусочек мёдика. Такой вот интересный, который идёт вместе с сотами, с воском. И, кстати, всё прошло нормально. Всё хорошо изошло и вышло. Этого воска даже не чувствовалось. На самом деле. В смузях. Так что можно подсовывать детей, травить воском. И себя заодно. Считается очень полезным. Воск, естественно, не переваривается организмом. Но он действует как теоретически очищающее тоже средство. Как, например, хлеб со трубями. Которые тоже, естественно, не перевариваются. Но их почему-то добавляют. Так что воск для этой цели тоже можно добавлять. Если его немного, то его никто не отличит, что он там вообще есть. Вот, собственно, и всё. Вот такие вот два стаканчика смузи с творогом. Как видите, в них отлично стоит ложка. И на самом деле это куда вкуснее и полезнее, чем любое мороженое. Которое, опять же, конечно, едят редко зимой. Но, с другой стороны, даже зимой хочется иногда себя побаловать чем-то вкусненьким, сладеньким, полезненьким с утречка. Так что вот вам рецепт полезных и, самое главное, супер-мега вкусных сладостей к завтраку. Но мы увидимся с вами чуть-чуть позже на нашем челлендже. Сейчас я вам покажу, что происходит на улице. И потом, конечно же, ещё поделаем мой челлендж. И ещё какие-нибудь интересные, весёлые и так далее вещи. Можете постоять, что происходит у нас на улице. Так что вот так вот. Мы не зря готовим зимние коктейли. И сейчас покушаем и скоро с вами увидимся. Итак, друзья, привет-привет. Мы снова на нашей кухне, но мы сегодня не будем готовить. Я тут принимал ванную и видя, что на улице происходит хаос. Наверняка через час или два остановятся всякие эти, как они называются, трамваи, троллейбусы, машины. Поэтому надо выйти поприветствовать первый снег в Одессе большой у нас. Он очень редко. Сегодня уже 16 января, но очень метко. Витя Габель уже оделась. Я решил сходить, показать ради первый снег и изводной Габель. Да, он уже даже холодные эти руки не хочет воспринимать. А мы пойдём посмотрим, что происходит на улице. Милкданс. Милкданс. Милкданс.